Тишина смерти Никогда не знаешь, откуда может прилететь пуля. Здесь очень опасно. Пересечь здесь границу нельзя. Но посмотреть на нее и с той и с другой стороны приезжают туристы. Синий барак, который стоит на самой границе, их пускают по очереди. В северокорейские солдаты стоят спиной границы, демонстрируя презрение к противнику, а их коллеги южане лицом. Как обстановка, все тихо. Так кажется только на первый взгляд. Это передовой рубеж борьбы между социализмом и капитализмом. Смотреть здесь, в общем, не на что. Скучно. В полугустом бараке стол, стулья, документы и створы фотографий. Но кажется, что сквозь прорези прицелов тебя и правда здесь изучают десятки глаз. Одно неосторожное движение, один случайный звук, и бог знает, что может произойти. Любую попытку усомниться в достоинствах корейского счастья здесь считают клеветой на социалистическую родину. Некоторые говорят, что поездки в эту страну – это все равно, что путешествие в прошлое. А мне кажется, наоборот. Это возможность заглянуть в будущее, которое мы с вами так и не построили. Если по мне, то к счастью. Мы стали первой за многие годы иностранной телевизионной группой, которые разрешили снимать. Что можно снимать, а что нет, конечно, решали не мы. Так, наверное, когда-то показывали гостям Советский Союз. Нас просили быть объективными. Это значит, объяснили нам, показывать не отдельные недостатки, а достижения социализма. Ну что ж, попробуем разобраться, какое оно – корейское счастье. В Пхеяне много мест, связанных с именем Ким Ир Сена, но главное, конечно, вот это – Кумсусанский мемориальный комплекс, где жил и работал Ким Ир Сен в последние годы. После его смерти он стал мавзолеем по предложению его сына, товарища Ким Чен Ира, который совсем недавно тоже занял здесь свое место, как и подобает вождю. Нас уверяли, оказаться на этой площади для каждого – большое счастье. Надо склонить голову перед гранитной статуей вождя. Мне это тоже приходится делать, потому что вокруг люди, которые постоянно смотрят и слушают, что и как я говорю на камеру. В главном зале нам снимать не разрешили, но там, в общем, почти все как у нас. А что же старая религия? Как и все в Корее, она содержится в образцовом порядке. В стране несколько буддистских храмов, и за ними присматривают государство, чтобы показывать пионерам, как пережиток прошлого. Мне сказали, что здесь люди уже даже не соблюдают буддистские праздники. Наверное, это все-таки не очень хорошо. Я хочу сказать вам, что наша религия, буддизм, у нас никогда не подвергалась преследованиям. Это процветающий кооператив, который каждый год посещал любимый руководитель. Здесь все хорошо и красиво, по отличие от многих других, которые проплывали в окне автобуса. Там солому убирали солдаты, здесь пыхтят трактора и молотилки. Кооператив называется МИГОК. Северная Корея страна по преимуществу сельскохозяйственная. И я, конечно же, попросил наших друзей показать мне, как же живут северокорейские крестьяне. И меня привели в образцово-показательный дом, где до меня побывал товарищ Ким Чамир. Здесь живут передовики производства Чи Цыгун. Вообще-то в Корее не очень принято здороваться за руку, а больше кланяться. И Ким Сун Э. А товарищ Ким Чамир сказал, о, у вас так много книг. И распорядился, чтобы нам прислали еще больше книг для всех трудящихся. И прислал третий телевизор, чтобы все знали, как хорошо жить в Северной Корее. Нет, этот телевизор получила еще моя мать. И он стоит у нас, как память, уже много лет. Похоже, воспоминания о посещении их дома высоким гостем лучше из того, что произошло с этой парой. Семья великого вождя, полководца, товарища Ким Чен Ира. Он ваш родственник. Мы называем его наш родной отец. Так, это капуста. Совершенно верно. Делать кимчи. Кимчи. Да, капуста для кимчи. Да, да. Как же кореец будет жить без острой солененькой капусты кимчи? Никак не может. Ну, лук, вижу. Так, а это что такое? А это еще одно растение, которое тоже необходимо для приготовления кимчи. А вообще, каждой семье у нас выделяют около 30 квадратных метров перед домом. И можешь сажать, что хочешь. Это был суп или друг? Это вообще-то для супа. Для супа? Можно посмотреть? Эх, дружок. У него имени нет. Я зову его сторож. Сторож. Сторож и суп сразу. Но суп и собаки надо есть летом, когда жарко. Да. Обязательно надо попробовать. Это очень полезно и очень вкусно. Слава богу, что сейчас не лето. Это снимается очередная эпопея о героической борьбе корейских героев против японских захватчиков. Артисты – сливки северокорейского общества. Они получают зарплату по категориям, и она может достигать, как мне сказали, тысячи долларов в месяц, не считая льгот и продуктовых пайков. Как и у нас, здесь в ходу звания и награды. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну а это телевидение. Здесь, как видите, все попроще. Если художественных фильмов в год в Корее снимается около 30, то телевизионных – около 300. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дело в том, что сейчас снимается фильм о злодеях. Музеем подарков Ким Ир Сену – мраморной статуей, которого надо поклониться, как в мавзолее. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пройдемте сюда. Подарков здесь 225 954 штуки из 184 стран, о чем и сообщает огромная карта на стене. Подарки разные – от дорогущего антиквариата до скромных традиционных сувениров. Больше всего из Китая. Для них отведено здесь несколько залов. Умеют делать красивые вещи китайские товарищи. Вот я вижу и скромный подарок, как Владимиру Владимировичу Путину. Может быть, он выглядит несколько скромнее, чем подарок китайских товарищей. Но тоже занимает достойное место в этой позиции. Хуже всех почему-то представлена Центральная Африка, хотя она же и отличилась. Какой-то безвестный нигерийский царек переименовал своих людей в племя солнца Ким Ир Сена и завалил пхеньян дарами. Причем сделал это уже после того, как великий вождь оставил этот мир. Партизаны из Анголы прислали трофейную американскую винтовку. А вот презент из Никарагуа. Крокодил-алкоголик. КОНЕЦ